Привет, геймеры! Сегодня у нас шутер, который вот-вот должен взорвать всю игровую общественность. Игра, первая часть которой была выпущена в далеком 2002-м и сразу покорила сердца всех любителей криминала и приключений. Успешно создав конкуренцию GTA, эта игрушка снова подрывает тонны школьных пуканов, которые хотят современных тачек и новомодных зданий. Мы вернемся в 1968 год, чтобы узнать все о настоящем бандитском беспределе, ведь 2016-й нервно курит по сравнению с концом 60-х. Итак, Мафия, третья часть. В августе 1968 года в Детройте и Лос-Анджелесе начались перестрелки между полицией и Черными Пантерами. Летом и осенью 1968 года полиция нападает на офисы Пантер в Детройте, Сиэтле, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В сентябре 150 полицейских напали на 12 пантер прямо в зале сюда. Партия Черных Пантер возникла как ответ на многочисленные случаи полицейского насилия по отношению к жителям Черного Гетто. Они ходили по улицам с незаряженными дробовиками, вооруженные до зубов ездили за полицейскими машинами, не нарушая правил дорожного движения. Такое поведение не могло не нервировать белых полицейских. Как я уже сказал, события игры разворачиваются в 1968 году. Именно тогда был убит известный оратор Мартин Лютер Кинг, что вызвало ряд недовольств общественности и стал толчком к борьбе с ущемлением прав чернокожих. Мир Мафии 3 стал более живым и реалистичным. Прохожие на улице могут агрессивно отреагировать на появление чернокожего в богатых кварталах, начать панику и даже вызвать полицию. Сами же полицейские также относятся настороженно к черным людям и вполне могут начать обыск только на основании цвета кожи. Мы играем за черного парня по имени Линкольн. Наш герой только что вернулся с войны во Вьетнаме и уже готовится увидеть семью, ради которой он прошел столь сложный путь. Но не тут-то было, вместо объятий и любящих взглядов он находит кучу пылающих трупов. Дело в том, что его семья что-то не поделила с мафией и та решила конфликт просто, быстро и радикально, всех убив. Охваченный ненавистью и жаждой мести, Линкольн задумывает вернуть должок, однако бороться со столь мощной бандитской группировкой он пока не в силах. Всю игру мы будем идти по нелегкому преступному пути, начиная рядовым преступником и заканчивая главой преступной организации, которая по силам ничем не будет уступать итальянской группировке. Не все фанаты восприняли сюжет Мафии 3 с восторгом, а некоторые даже пришли в откровенную ярость. Все дело в том, что в этой серии они привыкли играть за обаятельных итальянцев, и не все были рады тому, что на этот раз нам придется бегать за черного парня. К тому же многим неинтересна борьба от чернокожих людей за свои права, а некоторые просто в ярости от парадокса, что в игре с названием «Мафия» мы не будем играть за мафию. Радует то, что главным героем якобы движет благая цель, и убивать он будет не ради денег авторитета, а из чувства мести, чтобы насолить плохим парням, которые обидели его родных. Однако лично мне уже надоело просто кататься по городу и выполнять не сильно закрученные задания. Хочется какой-то драмы, чтобы сюжет местами пробирал до слез, а тут никаких интриб. По сути мы уже знаем развязку игры до ее выхода. Тем не менее, со своей развлекательной, а также отчасти с эстетической частью, игра вполне справляется. Другими словами, под пивко самое то. Говно, сняли блин свое, сами бабло, лопаты грибут. Особенность мафии, и в то же время главной ее сходства с GTA является открытый мир. Только полицейские тут более злые, так что убивать прохожих на улице вам скорее всего просто так не дадут. А ведь именно за это мы так любим GTA. Геймплей мафии ничем серьезно не отличается от прошлой части. Нам предстоит ездить по городу, выполнять различные задания, наращивая свой авторитет, находя новых и новых последователей. Тем самым формируя вокруг себя некую группировку и продвигаясь к главной цели, уничтожению мафии. Разработчики обещали воссоздать мир конца 60-х, где процветает преступность, наркотики и полицейский беспредел. Хорошая музыка, шикарные машины, все это заставит вас почувствовать себя настоящим суровым гангстером. Который с легкостью руки отправляет пулю за пулей в глупых бандитов. Которые кстати иногда уж слишком туповаты. А и правда, вам не надоело, что зачастую враги стоят вам спиной, и вы настолько легко их убиваете, что порой кажется будто это не вооруженный Громила, а какой-то школьник. Мне уже со времен GTA 5 сильно не хватает реалистичности. Да и сам факт, что во время жесткой расовой дискриминации в США, афроамериканец может так высоко продвинуться в бандитских кругах, уменьшает реалистичность игры еще в несколько раз. Ведь я уже говорил в самом начале, насколько все жестко было в плане расизма в конце 60-х. Так вот именно в этом году партия черных пантер особенно активно выступала за свои права, открытым образом демонстрируя недовольство. Мог ли чернокожий так легко преодолеть эти барьеры? Решать вам. Но в целом геймплей меня не удивляет. Но играть в третью мафию я безусловно буду, так как игр такого уровня пока еще не так и много. Графика, конечно же, у нас на высоте. Если у вас новомодный компьютер или игровой ноутбук за сотни тысяч деревянных, то от игры вы получите море положительных впечатлений, так как атмосфера проработана просто невероятно реалистично. Она чем-то напоминает прошлую часть серии. Все окружающие реагируют на главного героя, но между тем живут своей жизнью. Боевая система тоже сделана качественно. В игровой строй внедрили множество способов боя. Рукопашный, бой из укрытия, огнестрельный. Ударная волна от гранат спокойно и снова же реалистично будет разносить окружающие предметы в клочья. Автомобили в игре ездят да и взрываются достаточно правдоподобно. Порой даже слишком. Если выставить максимальные графические настройки, возможно возникнет ощущение просмотра киноленты, ну или качественного слайдшоу, в зависимости от того, насколько мощный у игроков будет ПК или ноутбук. Ну вот на минималках шедевр киностудии вы не увидите, однако до уровня отечественного кино, к сожалению, точно дотянет. Учитывая все вышеперечисленные нюансы, графики можно смело ставить 9 из 10, хотя до GTA V в этом плане немного не хватает. Все-таки тут сказывается опыт разработки подобных игр у 2К и у Рокстара. Однако то, чем мафия отстает в плане графики, она явно набирает атмосферностью, которая, как я уже говорил, здесь на высоте. Подводя итоги, можно смело сказать, что Мафия 3 сделана качественно, и владельцам мощных ПК очень и очень повезло. Но остался еще один аспект, который мы с вами не обсудили. Это цена. Сразу скажу, игра стоит дорого. 2000 рубчиков это только предзаказ. Однако я не думаю, что для настоящих ценителей это будет помехой. Тем более торрент еще никто не заблокировал. По крайней мере пока не заблокировал. А там посмотрим. Стоит ли Мафия 3 своих денег? Безусловно, да. Тем более, если сравнивать с теми объемами бабла, которые выкачивают из нас игры с системой Free2Play, вроде легендарного мира танков. То 2000? Вообще копейки. За наши деньги мы получаем настоящий мир прошлого века внутри своего компьютера. Безусловно, это того стоит. Лично я предзаказ еще не оформлял, но покупать мафию обязательно буду. Так что ждите стримов. А чтобы ничего не пропустить, не забудьте подписаться на наш ламповый каналчик. Ну а теперь, давайте подведем итоги. Мафия 3 целиком и полностью выполняет роль развлекательного шутера. Возможно, она и не оправдывает все ожидания. Не удивит вас чем-то новым, невероятным. Но на пятерочку с небольшим минусиком потянет. Конечно, как и многие, я хотел бы и дальше играть за Вито Скалетто. Однако разработчики решили рассказать нам новую, совершенно новую историю. О совершенно новом главном герое. Так что давайте посмотрим, что у них все-таки получилось. А на этом все. Вы были на канале Бомбилка. Вот. Меня зовут Юра. Играйте в хорошие игры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok